На сегодняшний день представляет большую проблему нематода. Как с ней бороться, что с ней делать, откуда она берется. Перегной, старая трава, практически всегда нематода появляется. Она везде, где есть гнилостная микрофлора. Значит, чем опасна нематода? Нематода опасна, она поедает свежие корешки всех практически растений. Ну, какие комфортные? А комфортные им все. Все, что мы потребляем, то нематода. Нематода – это мельненькие, беленькие червячки, по большому счету. Значит, как бороться? Если мы нематоду не будем убирать, не будем ее уничтожать, можно химии, но я категорически против химии. Есть более экологичные – это бархатцы. Бархатцы, во-первых, они очень красивые. И они, нематода идет на бархатцы, как на дурман. Попадает, старается съесть и погибает. Есть такие коготки, в народе называют их. А они отпугивают, являют отпугивающим средством. Поэтому через определенное расстояние, там, где вы высаживаете все свои культурные посадки, делаете культурные посадки, землянику высаживаете, обязательно должно быть хотя бы небольшое количество бархатцев. Вот они, смотрите. Правда, они сейчас уже повреждены морозом, но, тем не менее, здесь нематоды 100% не будет. Вот как бы все про нематоду. Можно я еще пару вопросов задам в этой связи? Вот, смотрите, бархатцы нужно высаживать каким-то определенным образом, для того, чтобы защитить от ближайших растений. И в каком, скажем так, ареале они защищают? Ну, в общем, посадка бархатцев производится по периметру посадок культурных растений. По периметру. То есть, если сплошняком садить, то они, бархатцы, подавят ту же морковку или еще что-то, ту же землянику, потому что они разрастаются, в общем-то, мощные, и цвет у них, размер приличный. Вот, поэтому по периметру, по периметру. И со временем нематоды у вас не будет. Вот все. Все, конечно. Так все. Семена здесь есть, они собираются. Посадка бархатцев производится либо на зиму, вот, бороздочки, либо весной. Ну, весной, наверное, как-то интереснее. На зиму, в общем-то, уже спецназ садовый только работает. Вот так. Аромат, конечно, обалденный. Сильнейший аромат у бархатцев. Ну, и сейчас немножко осталось. Но когда проходишь летом, это что-то. Вообще, если... Сажать персики лучше. Конечно. Ждю ко всем делам. Ремонтантная малина. Как я уже говорил в свое время, ремонтантная малина подразделяется на поздние сорта. Они составляют 90%. Об этом производители умалчивают скромно. И два сорта, которые я все-таки нашел, как говорится, с большим трудом. Это бриллиантовая и брянская дива. Подготовка. Ну, они вызревают одновременно с обыкновенной малиной по срокам. И плодоносят до самого снега. Вот сейчас обрезка малины уже произведена. Но специально оставил несколько кустиков, чтобы показать, как это делается, обрезка и подготовка к зиме. То есть, смотрите внимательно. Малина обрезается полностью по уровню земли. Все. Подготовка произведена. Для чего это делается? Во-первых, здесь не будет никаких заболеваний. Морозостойкость беспредельная. То есть, в земле корни не вымерзнут никогда. Генетика у этих двух сортов сумасшедшая. То есть, весной немножко земля оттает. Начинается пробуждение и активный рост. Те, кто торопится, самые неугомонные, пожалуйста, можете этот пятачок. Знаете этот пятачок, где находится малина? От снега очистите и бросьте кусок целлофана. Все. Почки пошли, побеги пошли, они уже не замерзнут. Потому что сорт устойчивый к возвратным заморозкам. Ну, вот как бы все очень коротко. Давайте сейчас... Режем. Все. Значит, вырастить персик, с одной стороны, очень сложно. А с другой стороны, в общем-то, великой проблемой здесь я не нахожу. Немножко подглядел из волновой генетики Горяева фрактальность биологического времени. Значит, черная смородина, черная смородина нашими учеными была заморожена в жидком азоте постепенно до минус 265 градусов. Вы только услышите эту цифру. Не 40 градусов, которые мы катастрофически боимся, а минус 265. Постепенно по градусам. Также постепенно эта температура была прибавлена до комфортной. Растение начало вегетировать, заплодоносило и дало плоды. Вот вы представьте себе. Я немножко задумался, а что же такое фрактальность биологического времени? Фрактальность, это ничего такого заумного здесь нет. Это изменчивость, это другое время измерения. Тибетские монахи сидят по 100, по 1000 лет в позе лотоса. И ничего, они живые. За ними ухаживают, они все сидят спокойно. Растения по волновой генетике Горяева уходят в спящее состояние постепенно. Что такое забор? Все наверняка думают, это все, это погибель. А вот давайте задумаемся. Для чего, в принципе, как его использовать? Южная сторона находится слева за забором. То есть, холод, который осенью постепенно понижает температуру, он постепенно охлаждает землю. Солнышко уже эту землю не будет прогревать. Идет постепенный уход в спящее состояние растения. Постепенный уход. И вот эту фрактальность я использовал, правда, на другом участке. Мы персики эти уже пробовали. Майра Викторс. И получили очень интересный результат. Все персики, которые посажены на солнце, что удивительно, процентов на 70 погибают. Потому что солнце днем пригрело, ночью заморозило. То есть, идет пробуждение и полный сбой программы жизненной. То есть, вот это сонное состояние, фрактальность, она уходит. Кто хочет экспериментировать с южными формами, с южными культурами, пожалуйста. В общем-то, большое поле для деятельности. Еще есть одно интересное понятие. Сумма активных температур. Сад, так это называемое. Тоже ничего заумного нет. Больше плюс 10 градусов средняя температура. То есть, когда у нас ночью, допустим, плюс 5 днем, плюс 15, это стартовая позиция для любого растения. То есть, сад начал работать. Сумма активных температур. Для Челябинска она порядка 2000 часов. 2000 часов. Но это очень хорошо, в принципе. Это средняя такая величина. И растения надо подбирать раннего срока созревания. Среднего срока. Те, которые вот в книгах уверяют, что вот у нас среднего срока созревания, она пойдет у вас на Ураль. Ничего подобного. Всегда, смотрите, по винограду, по яблоням, по грушам раннего срока созревания должны быть. Вот тот же персик. Есть поздняя основная масса, 90%. А ведь есть ранние. Вот Майра, очень ранний сорт. Вот персик. И Викторс. Викторс. А теперь я расскажу, как все-таки персик садить. Вот смотрим, вот реальный саженец. Ни большой, ни маленький, средненький. Будем так говорить. Просто средний. Большие есть в мой рост. Это выращен из косточки. Повторяю. Расщепление свойств в худшую сторону у персиков обычно не происходит. Вот. Пробуем делать посадку. То есть посадка в основном мной произведена, но я здесь делаю дополнительную посадку. Вот смотрите, как я делаю посадку. Обратили внимание? Это первый. Первое, что делаю. Так, подержите. Ну что, сыпем? Давайте. Так. И на 30 градусов немножко приподнимаем. Все. Посадка сделана. Дальше. Чтобы был баланс корневой системы и листового аппарата на весну, и сейчас лист не вытянул все питательные вещества из корневой системы, мы производим обрезку. Смотрим. Режем, да? Сейчас, нет, дождите. Режем. Обрезка произведена. Обрезка произведена. Замазку производим. Замазку производим. Лакмастику надо бы. Ну, наверное. Если вы не против, мы заодно бы по лакмастике что-либо поговорили. Да. Гольничка кисточки нету. Регинатор. Так неудобно. Кто тебе такое сказал? Зачем? Удобнее гораздо. Регинатор. Макаешь и больно. Регинатор. Да. Так, в общем, производим в обязательном порядке. Все срезы закрываем. Причем это лакмастика, чем хороша, на минусовых температурах работает. Не замерзает. Хочу еще раз повторить. Посадка именно вот в таком состоянии, таких южных культур, как персик, все-таки это, в общем, очень интересный момент. Очень интересный. Для Урала, тем более, вырастить персик, это... Многие наши светилы бьются, не могут, у них не получается. Это называют продувной культурой. Я считаю, что это далеко не продувная культура. Это очень интересная вещь. Персики на Урале. Почему вы в таком состоянии дневность посаживаете? Для чего вот такая посадка в наклон? Во-первых, легко будет закрываться снегом. В дальнейшем персика не уговоришь. Он бросит побеги вверх. Но осенью, в сентябре, в октябре, мы просто будем прутком любым прижимать к земле. Сейчас я вам покажу, как персик прижимается во взрослом состоянии. Но тот, который был посажен ошибочно, на вертикал. Вот правильная посадка именно такая. Здесь у этих персиков будет очень высокая морозостойкость. Но, повторюсь, сумма активных температур, для чего я сказал, надо подбирать под растения, здесь снижено будет. Здесь, то есть, если на солнце это будет 2000, здесь будет где-то 1800. Почему? Потому что это закрыто забором. Закрыто забором. Но морозостойкость здесь мы кардинально повышаем. Очень намного. Градусов 5 на 6 мы в карманчик себе кладем. Вот персиков, конечно, вы видите, внимательно посмотрите. Немало посажено. Вот, все это посажены из косточек. Ну, пробные варианты. Ну, это биолога Бродского из Приморья. Экспериментальный материал. Будем смотреть и надеяться. А сейчас я вам покажу, как все-таки взрослый персик прикрывается. Сейчас посмотрим. А помажьте еще, пожалуйста. Угу. В теплую погоду персик прижимается с подручным материалом. Здесь вот бронированный шланг, в общем-то, тяжеловатый. И видите, древесина уже подготовлена к зиме. Вот. Посадка этого персика была сделана на вертикал. Ну, просто как эксперимент. В качестве эксперимента. И то же самое. Из косточки. Это был сеянец когда-то. Два года назад. Основная масса персиков погибли. Потому что они были на солнце. И участок, в общем-то, морозобойный. Раун Кременкуля. Вот. И вот видите, все. Как бы он уже сохранился. Я думаю, на следующий год он должен уже дать какие-то плоды. Будем смотреть. Будем наблюдать. Вот вариант укрытия. Дальше, значит, для чего делается укрытие? Снег это, по большому счету, одеяло. Никаких укрытых, лутросилов желательно не применять. Потому что под укрытым материалом немедленно появятся мыши, грызуны. А снег, первый снег, он когда наброшен, будет на этот же персик, допустим. Плотно прижат, мышь уже никогда не пройдет. Подмороженный снег. В общем, вот так все. То есть, получается так, все наши растения. Все это мы будем внимательно в дальнейшем. И как бы немножечко прижимаем. В дальнейшем все будем отслеживать. Все это я покажу, как это все надо делать. То есть, мы и по снежку сделаем съемки. Вот, очень интересные. Хорошо. Вот. Теперь, значит, я расскажу сейчас наглядно. У многих садоводов частенько возникают такие, будем говорить, непреодолимые проблемы. А в чем они заключаются? Либо плод не устраивает, либо морозостойкость не соответствует. Ну, причин море. Причин море. Обычно такая груша годика 3-4. 7 лет прошло. Начинает плодоносить. Ну, по скороплодности. Смотря какая-то самая груша вам досталась, попалась. Если вас не устраивает. Что мы делаем? То есть, с нижнего яруса, с нижнего яруса, мы либо высвечиваем корни от ствола. Там начинают появляться побеги. Либо все побеги, идущие чуть выше поверхности земли, мы их начинаем прививать. А сам ствол, который нас не устраивает в дальнейшем, просто срезаем. Вот здесь вот наглядно видно этот ствол. Если можно показать. Вот он в центре. И закрыт лак мастикой Далматова. Вот. То есть, он не будет подгнивать. Он не будет подгнивать. Большие стволы таким образом переводить в такую чашевидную формировку нежелательно. Что мы имеем в этом варианте? Во-первых, повышенная морозостойкость. Очень повышенная. Плоды здесь будут всегда крупные, сочные. Проводимость сосудов здесь идеальная. Потому что нет повреждения морозами. Обычно этот уровень всегда закрывается снегом. Какие бы морозы не были, какие бы черные зимы не были, всегда этот уровень и хирургический шов вместо прививок, вот они отмечены лентой, они всегда остаются в живых. И еще один момент. Подвой и привой находятся в короткой зоне. Это самая морозостойкая зона. Поэтому мы получаем дерево долгожителя. И формировка очень интересная. Здесь никаких обрезок делать никогда не надо. Ваша одна будет задача. Не допустить повреждения мышами. Не допустить повреждения мышами. И съем плодов. Ну и дальше, конечно, отслеживать, чтобы они не приболели. Видите, рост закончен опекальной почкой. То есть, вот это явно на следующий год будут цветы. Вот видите, толстенькие побеги. Это цветочные почки явно. Вот интересный вариант чешевидной формировки. То есть, перевод ненужного сорта вам интересный и необходимый. Это вот по груши и посмотрим по яблоне. Настолько я правильно понял, чтобы мне так самому-то было все ясно. Учаще надо. Учаще надо делать. Вы меня прямо здесь отбили, Алексеич, какого владельца. Ну, а я обе кому рассказываю. Место среза. Вот оно, визуально видно. Вместо среза, не устроившего нас сорта образца. И вот пошли с этого уровня, пошли у нас побеги. Вот мы их как раз ловим, их подрезаем и на них прививаем то, что нам нужно. То, что нам нужно. А это есть так называемая чешевидная, да? Чешевидная формировка. Форма чаши. Яблоня, сентябрьский десерт. Сентябрьский десерт. Обратите внимание, какая красота. Все гоняются, в свое время гонялись за колоновидными. Но, как я говорил и всегда буду говорить, колоновидные, они для южных регионов хороши. Для нашего региона это выброс денег. И посмотрите внимательно. За что все кинулись покупать колоновидные? За низкорослость. Пожалуйста. Мы имеем чешевидную формировку. Но, в плюсе мы имеем к этой чешевидной формировке марозостойкость и крупноплодие. Вот сегодня мы будем дегустировать плоды, которые выращены именно вот таким способом. Именно крупноплодие получается и земля с углинок. Земля с углинок. Подвой здесь янтарь. На янтаре получаются самые качественные плоды. Ну, в общем-то все. Ну, дерево красавец просто. Да. Очень маленькое, аккуратное и при этом очень красивое. Маленькое, аккуратное. Вот. Дерево долгожитель. Сбор. Все в руках. Обрабатывать все, пожалуйста. Не знаю, что еще надо. Идеальный вариант. Просто идеальный вариант для садовода. Величайшей проблемой у нас на Урале, в Челябинске, да, фактически у нас по России, является получение какого-то интересного материала. Вот. Южане везут, молдаване везут сюда саженцы двух-трехметровые. Представляются, значит, фирмами из Екатеринбурга. Карантинные службы наши. Ну, что они? Получили от них денежку, ну, и больше им ничего не надо. Вот. Наши питомники, а у них одно что? Значит, подвое у них старенькие, янтарь, уральское наливное, ну, и немножко чего-то, что-то слева-справа. Ну, все середнячок или все серенькое, посредственное, совдеповское. Где-то уже лет по 20-30. С предысторией. И наши многие садоводы хотели бы, очень бы хотели вырастить все что-то своими руками. И вот я бы что порекомендовал. Значит, использовать в качестве подвоя янтарь, либо антоновку. Лучший янтарь, он сладкоплоден. А сенец выращенный из семечки янтаря, он дает прекрасные сладкоплодные плоды. Ну вот. Эти семечки каким образом получаются? Ну, я немножко чуть попозже покажу. Промышленным способом это одно. И примитивным. Ну, примитивным это, ну, немножко чуть попозже. Семечки получены. Они, значит, для семечковых культур это яблоня, груша. Для косточковых это абрикос, слива, персик, вишня. Сейчас, вот посмотрите. Мы имеем что? Семечки яблоневой культуры. Ранетка пурпуровая. В принципе, ее можно назвать полукультуркой. Полукультуркой. Вот. Для нашего уральского региона, в принципе, она подходит. Как янтарь, как антоновка и ранетка пурпуровая. То есть, что мы делаем? Для чего делается стратификация? Стратификация. Это пробуждение, значит, пробуждение из сонного состояния, из спящего состояния в ростовую форму. То есть, семечка должна прорасти. Я постараюсь доступным языком, чтобы всем было понятно. А чтобы она проросла, она должна пройти стадию проморозки, легкой проморозки. Пробуждение. А пробуждение происходит, значит, в сроке после февраля месяца. Где-то в марте активизируются солнечные энергии. И начинается пробуждение всего живого. Клетка пробуждается и созданы, когда небольшие хотя бы условия для роста, положительные температуры, начинается активный рост. Сейчас, значит, семечковые я всегда закладываю в землю осенью. Они обязательно должны быть в сухом состоянии, в сухом. Ни в коем случае не во влажном. Некоторые вот достали семечки, они сырые, тут же сделали посадку, ничего подобного. Семечка просто от мороза взорвется и ничего не будет. Взорвалось все, она не прорастет весной. И смотрим, что мы, как вам делать, как это все делается. В общем-то, просто. Вот ранетка пурпуровая здесь вот. Делаем борозду. Смотрим внимательно. Вот, берем эти семечки. Некоторые боятся, садят по одной, по две, по три. Ну вот, взяли горсточку в пригоршню. Вот, и просто рассыпаем. Визуально смотрим по количеству и в другую борозку. Посадка глубиной, ну, где-то порядка трех сантиметров. И обязательно, обязательно, значит, надо заметить это место, где сделана посадка. Вот, в обязательном порядке места замечаются. И закрываются землей. Дальше. Обязательно прошлись по этой земле. Придавили. Для чего это делается? Если не придавить, придет мышь, и вам спасибо скажет. Все будет съедено. Все. Земля влажная. Она замерзнет. И все. Весной все это пробудится и взойдет. В виде саженцев. Вот. Это... Землю прижали. Вот прошлись по ней, придавили. Это не помешает сходить... Прорастание. Да, прорастание. Что такое земля? Земля имеет свойство насыщаться влагой. Насыщаться влагой. И если мы по этой земле ходим осенью, думая, что мы превратили ее чуть ли не в асфальт, мы немножко ошибаемся. Зимой все это вода имеет такую структуру, что она при замерзании она взрывается. То есть к весне это будет земля как пух. Если мы по ней ходить весной не будем, она становится рыхлая, пуховая, нежная. Вот и все. Растение. Да по большому счету растение... семечко она пробьет любую землю. По большому счету так вот. Это была естественная стратификация, то есть посадка на зиму. А есть искусственная. Мичурин проводил огромное количество опытов. И он сказал, что садить надо лучше в предзимний период. Для чего это делается? Идет естественный отбор. Естественный. Естественный генетический отбор. То есть то, что не способно жить, она просто погибает. Искусственная стратификация. В дальнейшем я расскажу, как это все делается. Как это выращиваются. Те же косточковые. Можно, конечно, сегодня и показать, как косточковой делается посадка абрикоса на зиму. Я думаю, это будет тоже очень многим интересно. Ну, сейчас покажу. Вы загорелись идеей вырастить абрикос. Все-таки, ну, все мы внутри новаторы. Вот. Как это сделать? Сейчас расскажу. То есть естественная стратификация абрикоса. Первое, с чего начинаем. Это мы вымачиваем в банке с водой. Два дня абрикосы. Абрикосы. Воду меняем. Как это сделать? Я думаю, примитивно рассказывать и показывать не буду. Абрикосы вымочены. Октябрь месяц. Площадка выбрана, где вы будете садить. Берем брусочек толщиной 40 миллиметров. И делаем вот такую как бы траншейку для него. Ну, явно, где будете садить этот абрикос. Прямо на землю раскладываем косточки. Смотрим внимательно. Раскладываем. Сколько вам нужно. Сколько душе угодно. И на каком расстоянии. Прямо сверху. Ну, желательно по прямой. Чтобы они были аккуратны. Для чего это делается? Вот, смотрите, по прямой раскладку произвели. Для чего это делается? Если мы посадим борозду на глубину 3 сантиметра, так же, как и семечковые. У абрикоса такая генетика. Здесь уже никуда, как говорится, не прыгнешь. Первый корень, отходящий от ствола, здесь формируется корневая шейка. После прорастания эта корневая шейка абрикоса искусственно заглубляется. И самый хороший абрикос по жизни – это сенец, будем говорить, падальник, который вот упал. И вот они лежат на земле и зачастую прорастают. Понимаете? Это самые ценные. Они никогда не подопреют. Ну, если, естественно, их не заглубить сознательно. Для чего мы это сделали? Сейчас мы делаем такую процедуру. Либо песком, либо берем просто заврядную землю и просто засыпаем. Все. Полили, прижали. Земля застынет. Обязательно надо полить. Обязательно. Чтобы мышь не взяла. Все. И до весны, до момента пробуждения. Пойдут ростки. Пойдут ростки. Мы уберем. Ростки появятся. Мы эти палочки все уберем. И видите, получается, что у нас? Это уже весной, не сейчас. Корневая шейка у нас получится на уровне земли. Дожди вот этот бугорок сами размоют. Здесь уже ничего не будет. Либо мы визуально будем видеть, где что. И просто взяли, помогли немножечко. И все. Выпривания в этом случае никогда не будет. Такой примитивный прием. Но очень эффективный. У меня вопрос. Вот косточковые мы сейчас сеяли. Семечковые. Семечковые. Значит, очень важно было, чтобы они были сухие. В обязательном порядке. Если мы вымачиваем, потом их надо сушить. Нет. Нет. Здесь косточковые садим. Именно вымоченные. Если мы в сухом состоянии произведем посадку, значит, стратификации мы зачастую не получим 100%. Мы получим процентов 10. Потом придется еще год ждать. Еще год ждать. И только через год они могут взойти. Вот в чем сок проблемы. Именно косточковые. Особенно абрикосы. Ну, в общем-то, примитивный прием. Примитивный, но очень эффективный. Очень. Очень наглядно все. Очень наглядно и очень понятно. Причем этим способом многие могут поработать. Многие могут получить интересный материал. Вот. Но надо ко всему подходить, думая. Хоть немножко. Все? Да, все. Ну, мое мнение, что ствол всех плотов в деревьях, как только сказал Юрий Алексеевич, должен быть открытый. И чтобы не происходило выпривание, должно происходить проветривание. Остальная территория желательно задерняется для того, чтобы сохранить влаговоздушный режим почвы. А вокруг ствола всегда должно быть никакой ни травы, ни чего не загоражиться. Всегда должно хорошо проветриваться, чтобы ствол был всегда сухой. Теперь, значит, пишите, да? Подождите. Уже пишите. Покажем просто, что на зиму подготовка от защиты от мышей. Рекомендуемая защита, как говорится, всегда. То есть делают елкой, оборачивают, укутывают разными защитными средствами. То есть вы сейчас будете здесь, да? Вот все. Давайте. Так, ну, известная проблема от всех грызунов. Каждую зиму у нас масса страдает растений. Повреждений. И повреждений очень много от этого, да. Вот ваш вариант защиты. Расскажите, что можно сделать? Значит, я предлагаю защищать деревья и плодовые, и вообще другие растения вот моей изобретенной мною лакмастикой. Она, оказалось, имеет очень хороший большой спектр применения. То есть можно и применять для защиты стволов от мышей. Она полностью отпугивает мышей. и также применяется для залечивания ран и срезов на деревьях. Раньше принято было оборачивать стволы елками там разными, укутывать материалами. Это очень хлопотно и занимает очень много времени. Используя вот эту лакмастику, мы экономим время и надежность гораздо надежнее, чем другие материалы. Потому что было видно однажды у одного товарища, я смотрел, он обернул пластиковыми бутылками, а когда пришел весной, там стружка этих бутылок лежала и обеденные стволы. Используя свою лакмастику уже на протяжении 40 лет, я не помню ни одного случая, что мыши у меня подъели ее. А делается это так. Просто берем кисточку и от самой земли вот так вот слегка наносим штрихи. То есть не сплошь закрашиваем, а только чуть-чуть мажем. И на высоту предполагаемого снега. Со всех сторон. И этого достаточно для того, чтобы мыши не трогали. Они не подходят к этому месту уже. Ее запах очень хорошо отпугивает мышей. Также лакмастика применяется при обрезке. Вот здесь была сделана обрезка год назад. Вот если отсюда видно, то уже видно, что наплывает новая кора. Не происходит никакого гниения, так как мастика обладает сильными антибактериальными и антигрибковыми свойствами. И древесина как бы бальзамируется. А кора начинает нарастать, наплывать. И вот я хотел показать еще вот с этой стороны, в другой ракурс. Как уже несколько лет назад. И вот этот срез был сделан много лет назад. Вот здесь еще остались следы от мастики. И под действием мастики кора заплывает полностью. И зарастает, ствол становится ровным. Но каждый год рекомендуется подмазывать ее. Вот здесь мы опять чуть-чуть обмажем. И на следующий год или через два года здесь будет вот такая же ровная кора, как у ствола. То есть не останется никаких следов. Поскольку она очень здорово заживляет все раны. Были такие случаи, когда люди замазали садовым варом. И вот под садовым варом начинает гнить. Если у кого-то намазано садовым варом, и он хочет замазать эти раны мастикой, желательно садовый вар убрать. И проверить, под садовым варом нормальная ли здоровая древесина. То есть у меня были такие случаи, когда у одного товарища тоже обломился сучок, он замазал садовым варом. А где-то через год, через два решил его убрать, приобрел у меня мастику. Мы посмотрели, а там дупло глубиной 20 сантиметров. То есть выгнило все. Вынуждены были вычищать полностью, а потом заливать этой мастикой. Вот все. Вот еще обработка одного. Еще хочу сказать, что перед каждым употреблением ее желательно очень хорошо встряхнуть. Внутри находится гаечка, которая взбалкивает и делает ее однородным. Так как при хранении она отстаивается. И при обработке стволов, здесь вот у нас мы это дерево не обрабатывали, специально показать. То есть мы, когда встряхнули хорошо, тоже так же. От самой земли, значит, и вот так вот с легкими штрихами. Наносим, значит, мазки мажем. И больше ничего не надо делать. И очень удобно тем, что затраченное время на эту обработку очень маленькое. Когда у нас в саду много деревьев, если каждое дерево мы будем оборачивать, то это будет очень долго. С кисточкой вот так вот пройти можно буквально за 10-15 минут. И провести, как говорится, обработку, защиту всех яблонь, груш, слив, абрикосов и других растений. Ну, история создания этой лакмастики, она уходит, как говорится, далеко в прошлое. В 1970 году приобрели сад. У соседей росли яблони, у нас не было яблонь. Хотели развести яблони, груши. Посадили, они сгнили. На следующий год посадили. Ну, или сгнили, или выприли. Тоже пропали. Когда начал наблюдать, вникать в суть вопроса, то заметил, что кора трескается, выпривает. То есть сам я из Златоуста, а климат у нас там очень сырой и холодный. Стал думать, что бы придумать такое, чтобы закрыть от этого. Ну и где-то в 1972 году начал комбинировать, сочинять, разные составы придумывать. И вот придумал вот такой состав. Ну, несколько раз добавлял разные компоненты, проверял, потом убирал их, которые ухудшали свойства. И где-то в 1975 году уже пришел к этому составу, который сейчас. С 1975 года я использовал их в основном для залечивания ран и растрескивания коры у этих деревьев. Также срезы очень отлично заживляют. Но в 1997 году было очень мощное нашествие мышей. И у меня только одно дерево, которое сильно болело, было замазано вот этой мастикой. Это была краса свердловская. Сорт очень хороший, но капризный, неустойчив к грибковым болезням, иногда подверзает. И приходилось его залечивать вот этой мастикой. Когда мы же все поели, обгрызли, а этот сорт, эту яблоню, красу свердловскую, они не тронули. Я задумался, в чем же дело. И потом одна ветка шла по земле, не помазанная. И они объели только краешек веток, пятих, значит, этой ветки. Поскольку сорт сам сладкоплодный. Я знаю, раз сладкоплодный сорт, значит, и кора должна быть сладкая. То есть, настолько сильно отпугивало, что где-то аж на расстоянии почти метр от ствола, они только чуть-чуть погрызли. И я на следующую осень засадил, ну, снова много новых саженцев. И все помазал вот этой мастикой. Соседи в саду говорят, что у них съели даже и крыжовник, и малину обгрызли. То есть, было мощное нашествие мышей на следующий год. А у меня не тронули ничего. И вот в 98-м году я уже понял, что эта лакмастика еще отпугивает и мышей. Ну, первым, с кем я поделился, это на сорт испытательной станции. И тогда еще был Смоленский совхоз. Это первые, как говорится, мои потребители, которым я, как говорится, дал эту мастику для того, чтобы они использовали ее для защиты своих деревьев, там, яблонь, груш. Ну, вот такая история. Отлично, спасибо большое. Дай мне к счастью. Ну, тоже макал же кисточкой. Ну, я как еще сказал, но тогда давайте повторюсь. Значит, перед употреблением... Так пишем, да? Пишем. Значит, перед употреблением желательно ее обязательно хорошенько потрясти. Если не слышно стука гаек, то нужно трясти до тех пор, пока она начнет стукать. Когда начало стукать, то есть происходит тщательно перемешивание. Вот она перемешалась. Ну, здесь вот мы используем, как говорится, макая кисточкой, маленькой кисточкой, вуту, во флакон. Можно использовать любую небольшую тару. Если стволы большие, то кисточку взять побольше, наливать в какую-нибудь небольшую емкость, небольшое количество, поскольку она очень быстро испаряется и образует прочную пленку. То небольшое количество, когда вырабатываете, значит, наливаете снова. То есть она не успевает испаряться. И использовать более широкую кисточку, только маленькую. Ну, а для миниатюрных работ вот идет такая маленькая. Все. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, на Урале, в общем-то, проблематичное положение на сегодняшний день с сортами поздними. Яблонь и груш. Не просто проблематичное, я бы сказал, даже катастрофическое. Даже Котов Леонид Андреанович, и тот ко мне подходил и спрашивал, интересовался, почему. Да и в книгах пишут, что на Урале зимних сортов груш нет. Это, ну, чудовищно и неправильно, и неверно. С любой точки зрения. Поэтому сегодняшний момент дегустации, он именно такой, классификация, классификация именно сортов и определение все-таки направления. Направление в садоводстве, ну, у нас на Урале, ну, просто как бы мое предложение, что можно использовать, что можно пробовать. И испытано многолетнее, ни одним, ни двумя десятилетиями уже испытано у нас на Урале. Ну, давайте начнем, прежде всего, с сортов осенних. Значит, осенний сорт возьмем в память Жигалова. В общем-то, смотрите, сорт груша. Вот, на вес ее проверяем сразу с ходу. На электронных весах. 170 грамм, пожалуйста, можно проверить. 170 грамм. Плод крупный. И теперь будем проверять его, дегустировать. Сегодня середина октября. Середина октября. Вот, и до этого времени, если какая-то груша дошла до нормального состояния, не испортилась. В общем-то, это должно быть замечательно. Смотрим внимательно. Середина октября. Срез белый. Дегустаторы. Пожалуйста. Она еще хрустящая. Наверняка еще целый месяц будет храниться. Аромат. Значит, все. Аромат. Определяем на какие параметры. Аромат. Сочность. Сахаронакопление. Твердость. Пожалуйста, по порядку. Ну, аромат хороший. Такой приятный, твердый, еще твердая консистенция. Хранится будет? Естественно, она должна еще полежать. Ну, сахара, я считаю, достаточно. Вкус хороший, сочная, сладкая. Агроном. Очень сладкая, вкусная. Мне кажется, даже привкус дымное что-то такое. Вот, очень вкусное. Оно сейчас вкусное, полежит, оно вообще будет прекрасно. Я считаю, что такую грушу можно иметь в саду. Даже не можно, а нужно иметь в саду. Так, пожалуйста. Сочность. Я думаю, что главное достоинство этого сорта, на мой взгляд, это сочность. Очень сочная, твердая, но мне кажется, это и должно быть у зимнего сорта, насколько я понимаю. Вот. И аромат действительно от нее идет прям вот сладкая груша. Вот аромат именно такой. По классификации она считается не зимней, а осенней. Тем не менее, значит, если говорить об осенней груши, она еще и твердая. То есть, еще мы добавляем где-то с месяц, она будет явно реально храниться. По морозостойкости она для нашего региона явно просматривается. То есть, она в плодоношении. Лично у меня где-то лет уже 15-20. И на слуху, все, у кого этот сорт есть в памяти Жигалова, она как бы спокойно переносит наши уральские морозы. То есть, в плюсик мы ее явно добавляем. В плюсик. Юра, а когда ты ее снял? Месяц хранения уже прошел. В сентябре снято. Значит, сейчас будем смотреть Потаповскую. Все, тоже прошел месяц, месяц. Ну, она еще с листочком, чтобы не подумали, что она магазинная. Красивая. Красивая, да. Навес. 150 грамм, пожалуйста. Вот. 150 грамм. Ну, и дегустаторы. Пожалуйста, смотрите, на срез. У меня сейчас хранилось чисто белое. Дегустаторы пробуют. Аромат, сочность, сахаронакопление и все прелести остальные. Отрезается таким хрустом она. Это вкуснее. Чувствуется, что... Все по порядку. Это вкуснее. Очень вкусная, сочная, аромат, сильнее. Пожалуйста. И сладкая. Очень сладкая, без каменистых клеток. Очень сочная, ароматная. Красивая. Мне кажется, прекрасная, вообще грушная и тасная. Ну, в отличие от первой, она намного мягче. Вот. И действительно слаще. То есть, вот эти два параметра у этого сорта выше. Вот. Сочность примерно такая же. Но зато вот по сладкости... Да, намного нежнее и слаще. То есть, если говорить по срокам хранения, значит, помежигалово-потаповское сняты примерно в одни сроки. По вкусу это стало более, чуть-чуть более мягкой. То есть, это говорит о том, что она будет храниться немножко поменьше. Ну, недельки две, я думаю, запас у нее прочности еще есть. Ну, и говорить о том, общий срок хранения у памяти жигалова порядка двух месяцев получается. А у этой будет месяца полтора. Замечательно. Вот видите. Высокая морозостойкая, очень крупная, сладкая. Прекрасно. В плюсик можно ее добавлять. Внутри не чернеет. Да, не чернеет. Видите, полтора месяца прошло, она не чернеет. Прекрасно. А сколько мы в предыдущую нашу дегустацию пробовали различную грушу, где еще тогда, месяц назад, они уже были все темные. И... Это другие сорта. Я говорю, что это из другого сада. Да, другие сорта. Значит, сейчас мы будем пробовать из серии «Уральский груш». Значит, остались... Фаворитка у нас уже ушла. Она получилась, ушла, будем говорить, в картошку, что называется, по вкусу. Но хранилась где-то на полторы-две недели всего. Не больше. Крупная, красивая, сладкая, но она не хранится. Это... Ну что? Пусть будет так. Значит, «Уральская груша» богатая. Сейчас попробуем. Оценим. Богатая. Вот, смотрите. Внешний вид. Богатая. Вес. 113 грамм. Беленькая. Неплохо. Неплохо. И пробуем. Так, ну, дегустаторы. Дегустатор хороший. Сладкая. Аромат слабый. Но присутствие каменистых клеток чувствуется. Да. Сочная, сладкая, вкусная. Но минус именно каменистые клетки. А богатая ее называют за счет тро, что, правда, очень большой богатый урожай дает всегда. Так, она вкусная. Сколько она хранится? Ну, вот ей где-то недели три-четыре. Ну, пусть месяц. Месяц. У меня показалось, легкая кислиночка даже есть. Да, слегка кислиночка. Что можно про нее сказать? Значит, размер плода, в принципе, неплохой. Вот. В плюсе, что она хранится. Тоже очень неплохо. Богатая. В общем-то, даже немножко неожиданно. Вот. В минус зерно. Зерно. Но можно, как говорится, на нее немножко обратить внимание. Неплохо. Мне кажется, для соков будет очень прекрасно. Для соков она. Но зерно очень крупное, конечно. Очень крупное зерно. Большое количество каменистых. Да. Кто дорожит зубами, тут поаккуратнее надо. Ну, я просто камни конкретные. Которой на рынке еще нет. Не выставлен. Удачная. Ну, она Фалкенберга называется. Удачная. Сейчас будем пробовать. Ну, внутри она уже начала темнеть. Начала темнеть дегустаторы. Уже не хочет лежать. Ну, то есть, вот смотрите. Все. Сроки уже ушли. С краешка хотя бы пробуем. Более кислая. Аромата практически нет. По порядку давайте. Аромат, сахар, зерно. Ну, аромат не чувствуется. Каменистых клеток тоже не замечено. Она более кислая. То есть, с кислинкой. Ну, сочность хорошая. Но вот уже внутри чернота наблюдается. То есть, это уже портится. Ну, это груша кисло-сладкая. Начинается тоже чуть-чуть каменисто съесть. Начинается темнеть. Ну, честно сказать, я бы не хотела у себя иметь эту грушу. Потому что предыдущие были намного сладче, вкуснее и ароматнее. Я согласен, что предыдущие превосходят по всем трем, скажем так, параметрам основным. Здесь, ну, не знаю. Да, она как бы, есть у нее как бы сочность. Но при этом у нее кислинка доминирует. И, ну, не знаю, на любителя как мне кажется. Что можно сказать? Значит, по хранению. Ну, нельзя и никак назвать зимней грушей. Никак нельзя. Потому что все уже. Октябрь месяц, но до Нового года любая зимняя груша должна храниться. Хотя бы. Мы два сорта, три сорта проверяли. В том числе даже богатая. Хоть там и зерна очень много. Но она явно дольше хранится. Вот. Поэтому два осенних сорта память Жигалова Потаповская. Осенние превосходят, будем говорить, зимнюю. Дальше. По аромату. Аромата я не наблюдаю. По вкусу. Пресная, я бы так сказал даже. Здесь сахаров, как таких, явно. Причем она доведена до зрелости, до полной. Крупноплодие, да, присутствует. Внешний вид присутствует. Но на этом можно, как говорится, точку поставить. Ну, не знаю. В общем-то, плюсиков великих не вижу. Глазково. Зимняя Глазково. Ну, вот это как бы созревший вариант. Созревший вариант. Пробуем на вес. 143 грамма. В общем-то, неплохо. Вот. Ну, сейчас попробуем на все остальное, как она. Смотрите внимательно. Чисто белое. Чисто белое. Срез. Пожалуйста. Пожалуйста. Сладкое. Аромат очень хороший, густой такой. Так, по порядочку давайте. Сладкое. Ароматное. Ну, в общем, вкусное. Зерно? Не наблюдается. Так. Зерно отсутствует. Сока, правда, поменьше немножечко. Но тоже сочное, сладкое, вкусное, ароматное. Я считаю, что груша прекрасная. Да, и на вид у нее очень такой вид красивый. Я бы хотела иметь такую. Самое главное, что она чуть-чуть по сочности как бы уступает. Но зато очень сладкое и замечательный аромат. Значит так. Морозостойкость замечательная у этой груши. Форма роста плакучая, что интересно. То есть она не стремится вверх расти. Для тех, кто не любит ползать по деревьям, как обезьяны ползают. И как бы дорожит своим здоровьем. В общем-то, очень компактная. Обильного плодоношения, ежегодного плодоношения. Ежегодного, подчеркиваю. Вкус, аромат, крупноплодие. Срок хранения. Все присутствует. Причем некоторые экземпляры до апреля месяца хранятся. Это, в общем-то, фантастически. Я говорю, даже Котов Леонид Андреянович и тот удивился, что у нас на Урале есть такие груши. Хотя он что-то там изобрел, что-то подобное. Но я, по крайней мере, пока что не пробовал. Сорт изумительный, надо сказать. Так, сорт премиальная. Аналог здорово напоминает грушу зимняя глазковая. Но немножко, может быть, покрупнее. Но не намножко тут. Намножко, скорее всего. Ну, смотря какие деревья. Дерево-дерево рознь. Так, пробуем на вес. Ничего себе. 204 грамма, пожалуйста. 204 грамма. И эта груша в 100% будет храниться до апреля. Ну, сейчас мы ее просто попробуем. Не знаю, как она на вкус. Вот, смотрите. Не просто белая, а как белая бумага. Ну, оценим. Ну, пока аромата нет. Сахара немного. С кислинкой. Жесткая. Чувствуется, что она должна полежать. Скорее всего, это как зимний сорт. Сверхзимний. Он будет доходить в лёжке. Да. Дозревать в лёжке. Ну, я считаю, всё равно. Тут уже и сахар есть, и сок есть, и сладкая. Вкусненькая. Ну, конечно, небольшая. Потому что ей надо обязательно подбежать. Но уже вкусовые качества. Уже присутствуют. И смотрите на срез. Как белая бумага. Видите? Чисто беленькая. Зерно. Что скажете? Почти отсутствует. Чуть-чуть. Вот это. Здесь жёсткая консистенция, скорее всего, каменистых клеток не присутствует. Вот. Я соглашусь с тем, что задатки всех, вот эти все компоненты есть, которые раскроются в лёжке потом. То есть и сладость будет выше, она раскроется. И аромат этот появится. Да. В апреле, в феврале. А теперь я вам... Грушу Ника. Это вот Новелла и Ника. Новеллы здесь я, к сожалению, не привёз. Вот она на срез. Ника. Ну и эту тоже, наверное, разрежем потом. Вот. Значит, это Элита ЦГЛ. Это самая, будем говорить, моя любимая груша. Вот Ника Новелла. Сейчас мы её взвесим, сколько она на вес. Это хранение до Нового Года. 136 грамм. Ну, так будем говорить, средний вес. И, ну, раз она доходит до красного цвета, видите, вот она. Вот. Но влияние подвоя здесь всегда сказывается, смотря на что и где, и как прибито. Вот. Ну, а теперь будем просто сейчас дегустировать её, пробовать. Давайте дегустаторы. Давайте эту попробуем. Вот это и есть. Ну, это вот, пожалуй, лучше всех предыдущих. Самая вкусная и очень сладкая. Сахара присутствует в достаточное количество. Очень вкусная и сладкая. Не зря хозяину она больше всех нравится. Груша очень сладкая, вкусная, ароматная. И сколько она лежит, Ира? До Нового Года. До Нового Года. Это вообще. Ну, я считаю, что этот шостер обязательно надо. Аромат очень тонкий, едва заметный. Вот. Но при этом сладкая невероятно. Очень хороша. Вот прям... Спасибо, сладкая. Что-то даже от дыни или от каких-то таких вот фруктов. Вот, вот, какой-то вкусовой гач. Вот прям вообще очень сладкая, невероятно хорошая. У кого детки есть, конечно, я боюсь, что вам это мало что достанется от такой груши. Ника Новелла. То есть, это элита и гурманом, я бы так сказал. Гурманом, великим гурманом, это вообще фэнтези. Ира, это ты ее снял месяц назад? Да. Это осенняя Коршикова в серии моих любимых груш из этой же серии. То есть, Ника Новелла, осенняя Коршикова. Сейчас мы ее на вес. 163 грамма. Хорошо, хоть на дегустации вкусные груши. Смотрите внимательно. То есть, чисто белый срез. Ну, пожалуйста. Никакого почернения. Пожалуйста. Тоже сладкая. Такая же сладкая, как и предыдущая. Сахара в достаточное количество. Аромат? Аромат слабый. Но очень вкусная консистенция. Немножко жестковатый, но уже нормально для употребления. То есть, если она еще немножко полежит, поскольку этот сорт зимний, это будет груша изумительная. Это осенняя груша. Осенняя. Но все равно чувствуется, что ей уже немножко полежать. Это очень сладкая, вкусная, без каменистых клеток. Единственное, мне кажется, чуть-чуть поменьше соку, чем у Никки. Но очень сладкая, вкусная, изумительный вкус такой необычный. Главное, сахара много. А мне нравится, что она жестковата. Мне кажется, в этом есть определенная прелесть ее такая. Я понимаю, что яблоки больше должны быть такие. Но вот эта вот изюминка, как бы, и особенность этого сорта, что ты ее так с хрустом откусываешь, и при этом сладость уже сейчас очень сильная. То есть, она хороша вообще сама по себе. Аромат, кстати, у нее чуть-чуть более ярко выражен, чем у предыдущей Никки. Да, чуть-чуть больше даже аромат. Что можно сказать? Крупноплодье имеет место быть. Сладкое, крупное. Значит, зерно отсутствует. По аромату, да, сейчас немножко аромат отсутствует. Ну, небольшой аромат есть. Но это одна из моих любимейших грушек. То есть, она с небольшой хрустинкой. Это показатель того, что она, скорее всего, еще с месяц будет храниться. Полтора месяца прошло хранение. Полтора месяца еще месяц. И это практически до Нового года. Это вообще изумительное. Изумительного качества получается сорт. Как конфеты ешь. Да. Значит, к дегустации яблок. Сорт Антей. Это белорусский, самый морозостойкий из всех крупноплодных сортов, насколько я знаю, этот сорт. Ну, сейчас будем пробовать. Хранение до апреля. 155 грамм. Смотрите, крупноплодное все. И пробуем. Не знаю, после сладких груш как будет оценено. Но, тем не менее. Я уже подумала бы, да. Надо было с яблок начинать. Ну, не знаю. Ну, вот смотрите. По крайней мере, срез. Видите? Пробуем. Мяко-светлокремовая. Пожалуйста. Коль еще все типа. Ну, 47 месяцев. Пока еще кислинка сильная. А на сахар тоже есть. Кисло-сладкая. Сочная. Ну, аромата тут присутствует. Но, может быть, просто оно полежит. Вообще, многим зимним сортам нужно обязательно полежать. Некоторые после Нового года набирают и аромат, и вкус. Там вообще прекрасно. А вообще яблоко очень хорошее. Я считаю. Ну, вот даже сейчас, если говорить, похоже на многие летние сорта. На самом деле. То есть, кисло-сладкое яблоко с хрустинкой такое. И, видимо, да, если оно полежит, то тогда раскроется, больше будет сладости и появится аромат. Видимо, так. Для Урала морозостойкость, крупноплодие имеет место быть. До апреля хранение. То есть, можно даже с большой долей вероятности обратить на это дело, на этот сорт яблока внимание. Смотрите, какая форма интересная. Плоская форма. Он обычно... Красноты нет. В этом году появилась краснота. Вот. Пробуем на вес. 130 грамм. 130 грамм. Тоже до апреля хранение. В плодоношении более 20 лет у меня. Пробуем. Смотрите на срез. Белый. 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 Пожалуйста. Аромат и все прочее. Это слаще. Угу. Ну, давайте, дегустаторы. Вкус изумительный, вкусный. С сахаром большое количество. Сладкие яблоки. Сочные. Мякоть колющего всяких по-прекрасному. Сладкие, вкусные. И сливка небольшая, намного слаще, интереснее предыдущего. Ну, и я считаю, что и уже аромат у него появился. Если зимние яблоки, они сейчас уже сладкие, вкусные, потом немножко погодя подежат, они еще интересные. Так чем хорошо тем, что это яблоко можно и сейчас есть, и зимой. Так, ваше слово. Могу добавить только, что здесь мякоть немного, как бы, помягче. Нет такой жесткости высокой, как у предыдущего сорта. Вот. Со всем остальным полностью согласен. Сладкое можно есть прямо сейчас. И удивительно, что оно еще будет нас радовать. После Нового года буквально все наши праздники будут на столе эти яблоки. Что можно сказать? Крупноплодие имеет место быть, красота присутствует, вкус изумительный, прекрасный вкус. На Урале вполне можно выращивать эти, не вполне, а в обязательном порядке выращивать этот сорт. Пожалуйста. Сорт Лоба. Вот смотрите. Этим сортом, этот сорт мы уже как-то дегустировали, но тем не менее, сегодня еще раз попробуем. Как я уже говорил, в Польше огромные площади засажены этим сортом. И они все пытаются к нам его завести. Это, я бы сказал, не то, что один из тысячи должен в Челябинске иметь этот сорт, а каждый. Вот каждый этот сорт должен иметь. Потому что это и крупноплодие, это стопроцентное обеспечение семьи крупными, вкусными, прекрасными яблоками. Хранение до нового урожая. Вы представьте себе, до нового урожая хранятся эти яблоки. В общем-то, это фантастический сорт и очень морозостойкий. Наверное, лет 30 уже в плодоношении. Одним деревом две семьи обеспечиваю. 25, более 30 ведер съем. Так, навес. Не проверили. 188 грамм. Ну и на размер, видите, вот. Ну и сейчас попробуем. Смотрите, прожилки розовые. Видите, розовые прожилочки. Очень красиво. Аромат, вкус, пожалуйста, дегустаторы. Ну давай, дегустатор. Вкус кислосладкий, сочный. Вкус очень хороший. Мякоть, колечивая, вся типа. Чувствуется сорт зимний. Но сейчас уже вкус отличный, можно сказать. Он, наверное, полежит, будет еще лучше. Очень сладкие. Ну, больше, конечно, кислинки. Кисло-сладкие. Но это пока еще присутствует, потому что это синий сок. Ароматные. Очень такие вкусовые качества. Очень хорошие. Его и сейчас можно поесть. И потом зимой. Это, знаете, это, ну, большое, можно сказать, достижение, что яблоки хранятся до следующего урожая. Это очень здорово, конечно, чтобы вот угостить или там еще кому-нибудь, что яблок еще нету, все южное. Оказывается, у нас спокойненько, можно и наши спокойненько выращивать яблоки. Всю зиму, и можно всю зиму население, как говорится, обеспечивать хорошими яблоками. Удивительно сочное. Вот только надкусываешь, и сок вот прямо во все стороны брызжит. Прямо не верится, что столько жидкости может содержаться вот в мякоти. Супер. Сахаронакопление здесь, я считаю, большое. Крупноплодность имеет место быть. Сроки хранения выдающиеся. Значит, плодоношение ежегодное и обильное. Измельчания плодов нет. Яблоня практически не отдыхает. Практически не отдыхает. Ну, в общем, для Урала, я еще раз повторяю, каждый должен иметь вот этот сорт. Вот буквально каждый. И никогда не ошибется. Это и на новогодний стол, и на 8 марта, и на любой день рождения не стыдно. Да, яблоки красивые, и с удовольствием можно их поставить. Да. Теперь смотрим вторую мою любимицу. Это зимняя красавица. Это буквально моя любимица. Красивая. Очень красивая, да. И навес. 211 грамм. Ну, попробуем какой-нибудь. Ну, вот это вот, допустим. Бочонкообразная, обратите внимание, вообще, по-моему, в магазинах только такие яблоки бывают. Пожалуйста, на срез. Дегустаторы. Здесь, пожалуй, по сахару рекорд. Да. Слаще всех предыдущих. И соку много. Сочная. Можно сказать, даже сладкая, с легкой кислинкой. Вкусная, сладкая, красивая. Ну, прослеживается небольшой аромат. Я считаю, что я с удовольствием себе такое яблочко посажу. Уже сейчас. Не зря она называется красавица. Сейчас есть, а потом еще полежит. Потому что я знаю, что все зимние сорта начинаешь есть после Нового года. Там они совершенно другие. Они ароматные, сладкие, вкусные такие. Ну, вообще, яблоко красивое, вообще прекрасное. Медовый вкус, а прямо медовый. Обладает. Мед. Вот этот сорт, мне кажется, все-таки из всех. Мне кажется, он зимний, более такой, самый лучший. Что можно сказать дополнительно? С любым южным сортом в нашем магазине поспорит это однозначно. И я бы даже сказал, превзойдет. Химии 100% ноль. Никакой химии здесь нет. Мало того, хранится до апреля вкус просто фантастический. Некоторые утверждают, что в жизни таких яблок такого вкуса не ели. Вот такого вкуса. Все. Ну что уж, я не люблю яблоки, как говорится. Но ем я их так, это понемножку. И то это яблоко, ну вообще прелесть. Отлично. Ну, в общем-то, по дегустации все. Если я не унижался, еще его отнесу. В общем-то, по дегустации все. В общем-то, по дегустации все.